По метру Счастье в руке моей Счастье в руке моей Несу его по ветру, по метру, по ветру, по метру Ты знаешь, что ты пей, ты знаешь, что ты пей Там, где в окне небо, где рождаются люди Там, всё в золотом, там, дарят счастье Так всё и будет, будет там Ну а пока в красивый вечер жизни Родился я, и не умру, и мой мотив остался Смотри в себя, там расстояние Счастье в руке моей Несу его по ветру, по ветру Счастье в руке моей Несу его по ветру, по ветру, по ветру Вряд ли кого-то нужно убеждать в том, что дети воспринимают окружающий мир по-своему Доказательством тому стал прошедший в учебных заведениях Лунинецкого района Конкурс «Спасатели глазами детей» С помощью творчества ребята продемонстрировали видение собственной безопасности и безопасности окружающих Кто-то смастерил статуэтку спасателя, кто-то нарисовал предупреждающий блокад А некоторым удалось облечь правила поведения в чрезвычайных ситуациях в тихотворную форму Теперь лучшие работы школьников будут отправлены в Брест и примут участие уже в областном этапе конкурса Так что пожелаем всем конкурсантам удачи Ну а прямо сейчас предлагаем вам увидеть день сегодняшний в ракурсе событий из прошлых лет 13 марта 1781 года английский астроном Уильям Гершель открыл Уран Вновь открытое небесное тело Гершель назвал поначалу планеты Георга В честь правившего в то время в Англии короля Георга III Однако это имя не прижилось, а общепринятым стало более подходящее название Уран В этот же день в 1913 году родился поэт и баснописец Сергей Михалков Человек, чье имя известно всем с самого детства Также он является автором слов трех державных гимнов для трех эпох страны Двух советских и одного российского, причем все три раза на конкурсной основе 13 марта 1944 года в Москве родился советский артист-цирка, иллюзионист Игорь Кио В СССР популярность Кио была огромна на протяжении 30 лет Он давал по 500 представлений за год Также снимался в программах новогодний аттракцион Вел утреннюю почту, цикл передач Секловны и другие телепередачи В 1967 году родился колумбийский футболист, защитник, участник двух чемпионатов мира Андрес Эскобар В середине 90-х в матче с хозяином чемпионата мира, американцами, он забил гол в собственные ворота В результате чего сборная США победила с перевесом в один мяч, а сборная Колумбии выбыла из чемпионата 13 марта 1989 года была изобретена всемирная паутина, более известная как Интернет Изобрели ее английский ученый Тим Бернерс Ли и его коллеги, которые составили документ, озаглавленный информационный менеджмент Некоторые предложения, в котором и были заложены основные принципы всемирной паутины И еще об одном очень важном событии, который нас ожидает уже в будущем В ноябре 2015 года в Бресте пройдет розыгрыш Кубка Европы по эсштоку среди женских и мужских команд Такое решение было принято в начале марта на заседании Конгресса Международной ассоциации эсштока в австрийском Инсбурге Эксперты не исключают, что причина этого кроется в недавнем успешном выступлении юных брещанок На чемпионате мира по асштоку, который прошел именно в этом городе Подробности в сюжете Петра Бутрима Игра асшток развивается в Бресте не только как массовый спорт, но и как дисциплина, которая приносит награды с больших стартов Совсем недавно наши землячки вернулись с чемпионата мира в Австрии не с пустыми руками Мы выяснили, каким трудом даются награды в этом виде спорта Триумф нашей женской сборной в Инсбурге, где добыто серебро группы B, надо признать не только заслуга самих девушек Все пять лет, что асшток развивается в городах Беларуси, со сборной работает немец Удорей Хенекер Опыт и знания тренера-иностранца в этом случае бесценны В Германии этот вид спорта на видных позициях давно А вот в Бресте, признается специалист, а асшток вышел на новый уровень развития лишь с открытием специальных площадок Благо результаты не заставили себя долго ждать Важно, что мы стали призерами именно в командных соревнованиях, королевской дисциплине Я думаю, мы на правильном пути и способны на большее В нашем распоряжении прекрасное место для тренировок Задача на сегодня еще больше вовлечь в этот вид спорта молодежи Свежая кровь команды, еще совсем юные обрещанки Евгения Шведок и Валерия Дорошук занимаются еще и теннисом Свой первый бросок так называемого штока сделали всего полгода назад Сейчас же они полноправные призеры топ-турнира Сначала показалось это очень такой странной игрой, но я решила попробовать Это ведь новая игра, но мне понравилась она Я решила дальше заниматься Каждый день старались приходить, тренироваться, набивать руку, попадать, развивать точность Уда приезжал, подсказывал, делали социальные упражнения на точность Все, что должно было быть там, все тренировали здесь Два года назад на планетарном первенстве в Германии белорусские были далеки от пьедестала Поэтому прорыв наших землячек на Евроарене восприняли как сенсацию Благодаря этому на следующий турнир наша страна сможет выставить более широкий состав На первых самых чемпионатах нас еще, можно сказать, не знали Но сейчас нас знают все, знают, где страна такая Беларусь И знают нас и в лицо, и поименно, и особенно все восхищаются женской командой Пьедестал группы Б чемпионата мира теперь самая большая победа Брестского айсштока Автоматически перед женской командой поставлена цель уже через два года пробиться в элиту Как признается немецкий тренер, сегодня там сражаться на равных нереально Но вот к 2016 году сборная обещает стать еще сильнее Что ж, пожелаем нашим юным спортсменкам дальнейших побед Ну а прямо сейчас узнаем, сколько же времени тратит на себя представительница прекрасной половины человечества Чтобы воодушевить уже на победы представителей сильной половины Трудно представить, но оказывается, мы, женщины, по любованию собой перед зеркалом Посвящаем целых три года своей жизни Мужчинам же в это самое время ничуть не легче Ведь в общей сложности три месяца они проводят в ожидании Когда их жены или подруги приведут себя в порядок Кстати, одной из виновниц подобной ситуации посвящен наш следующий сюжет Екатерина Гараева в рубрике «Штрих-код» расскажет Откуда есть пошла тушь обыкновенная А также, как нам, женщинам, выбрать среди многообразия удлиняющих, увеличивающих и разделяющих самую лучшую Первая тушь мало чем была похожа на настоящую Создана она была в 1913 году химиком Терри Ли Уильямсом для сестры Мэйбл И представляла собой смесь угольной пыли с вазелином Так появилась известная по всему миру компания Мэйбелин Поначалу тушь была сухой консистенцией, поэтому процесс нанесения был не из легких Тушь терли влажной щеточкой-расческой, а затем наносили на ресницы Популярная же пришла к туши благодаря кинематографу Ведь она делала глаза киноактрис при крупных планах особо яркими и выразительными Многие придерживаются точки зрения, что именно от щеточки будет зависеть конечный результат Так прямая щеточка незаменима в нанесении туши в уголках глаз, что не так-то просто сделать с помощью изогнутой Зато изогнутая щеточка лучше вытягивает и подкручивает ресницы А вот резиновая помогает удлинить и одновременно разделить В результате ресницы выглядят более аккуратно Обратите внимание на упаковку В ней должен быть указан тип туши, страна-производитель, а также дата изготовления и состав И лучше не покупайте тушь с витрины, ведь неизвестно, сколько людей до вас ее открывали Теперь достаньте тубу из коробочки и убедитесь, что цвет действительно соответствует тому, что написано на упаковке А также обратите внимание на запах Хорошая тушь не пахнет, либо имеет едва уловимый сладковатый запах Для дневного макияжа блондинкам рекомендуется выбирать тушь в коричневых оттенках Брюнетки и шатенки днем могут позволить себе темно-коричневую или черную Цветная тушь лучше всего смотрится летом и вполне может быть самодостаточным элементом макияжа Все туши можно разделить на два больших класса – водостойкие и водорастворимые Водостойкая тушь выручит, если на улице дождь, мокрый снег, вы собираетесь в бассейн или в кино на трогательный фильм Цветовая палитра такой туши, как правило, ограничена черным, коричневым и темно-синим Обычная тушь менее опасна для глаз и не так привередлива в средствах до макияжа Распознать непригодность можно по специфическому запаху и общему состоянию Если тушь засохла или чрезмерно крошится, это верные предпосылки, чтобы с ней распрощаться В среднем после открытия тушью можно пользоваться 3-4 месяца Срок службы во многом зависит от правильного использования Например, она быстрее засыхает, если щеточку часто опускать в емкость при окраске Намного лучше поместить щеточку во флакон и немного прокрутить Следуя этому совету, менять тушь вам придется гораздо реже Приятных вам покупок! Партнер прогноза погоды – компания Санта-Брэмар КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что при любой погоде состоится завтра торжественное мероприятие по случаю 20-летнего юбилея Брестского народного хора «Вербница». А все началось в 1994 году, когда 20 талантливых певцов и музыкантов объединились для того, чтобы дарить свое творчество окружающим. О том, чем живет коллектив сегодня, какую программу подготовил для юбилейного концерта и о многом другом поговорим сегодня с его бессменным руководителем, музыкантом, композитором, лауреатом многих фестивалей и конкурсов в Беларуси, России и Германии Виктором Фетисовым. Виктор Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде всего, конечно же, поздравляю вас с юбилеем. 20 лет все-таки, вы бессменный руководитель. И вот что интересно, мы привыкли, что хор, это несколько людей стоят на сцене и исполняют какие-то произведения. Вермница, помимо того, что исполняет песни, музыку, вы еще и танцуете. И даже зрители, насколько я знаю, пританцовывают, когда слушают ваш коллектив. Это действительно так? Ой, музей, ой, Калина, ой, музей, ты, Калина, там стояла, там стояла, в сердце эта девчина. По поводу того, что там пританцовывают, не пританцовывают.